Здравствуйте! В эфире программа «У книжной полки» и её ведущая Наталья Казанцева. Весна, весна на улице, весенние деньки, Как птицы заливаются трамвайные звонки. Наверное, многие из нас помнят это стихотворение Агнии Барто, которое вспоминается всякий раз, когда приходит весна и радостно становится на душе от пения птиц, от яркого и тёплого солнышка, от нежного дуновения ветерка. Можно долго бродить по улочкам города или села, и думать о том, как хорошо всё устроил Господь. И, конечно, всегда весной мы празднуем самый радостный и любимый праздник — Воскресение Христово или Пасху. А ещё есть праздники Благовещения, Вход Господень в Иерусалим и Вознесение Христово, которые тоже всегда с нетерпением ждёшь. Об истории этих праздников и о традициях, которые с ними связаны, расскажет книга Натальи Волковой и Марии Максимовой «Весенние православные праздники». Она вышла в свет в издательстве «Никея» и заняла своё место на нашей книжной полке. Итак, четыре весенних праздника, четыре истории о любви Божией к нам, людям. Вот, например, Пасха — великий православный праздник, который отмечают во всём мире. В этот день и последующую за ним светлую седмицу мы вспоминаем, как воскрес Господь Иисус Христос и думаем о том, что Бог победил смерть и открыл нам путь на небо. Пасха является переходящим праздником и выпадает всегда на один и тот же день недели — воскресенье. Кстати, этот день недели и получил своё название в честь воскресения Спасителя — самого важного события для всех верующих людей. Пасху празднуют весной, когда начинает пригревать солнышко, поют птицы и распускаются листочки на деревьях. Всё воскресает, возрождается и словно торжествует победу над смертью. А за неделю до этого значимого дня, то есть за семь дней до Пасхи, ещё один праздник — вход Господень в Иерусалим. По-другому он называется вербным воскресением. В этот день Иисус Христос вошёл в Иерусалим вместе со своими учениками. Люди торжественно встречали его с пальмовыми ветвями в руках, как царя и чудотворца. Именно эти пальмовые ветви, которые не растут у нас, и заменили на Руси ветками вербы. Ведь у вербы раньше других деревьев распускаются почки. И к первым весенним праздникам она уже успевает нарядиться. Её веточки покрываются красивым серебристым пушком. Прошло почти две тысячи лет после входа Господня в Иерусалим. И теперь мы, христиане, стоя в храмах с ветвыми верб и свечами, радостно поём тропарь празднику, победителю смерти. Асанна Вышних, благословен гряды во имя Господне. Когда после воскресения Христова пройдёт сорок дней, мы встретим ещё один праздник — Вознесение Господне. Почему же именно сороковой? Авторы книги отвечают на этот вопрос так. По смерти человека православные особенно чтят третий, девятый и сороковой день по кончине. В третий день всякой души христианской должна вознестись на небо и поклониться Богу. Также в третий день жизнь человеческая должна быть пересмотрена со всеми её грехами и добрыми делами. Поэтому третий день по кончине Церковь считает начало мытарств души усопшего. Мытарство — это образ частного суда по смерти, когда пересматривается вся земная жизнь человека. Мытарство после смерти столь ужасное, что сама Матерь Божия просила своего Сына о милости и заступничестве, когда Архангел Гавриил объявил ей о приближении её кончины. Воплощение Иисуса открыло людям не только тайну Бога, но и тайну самого человека. Христос пришёл на землю, чтобы восстановить достоинства человеческой природы, целостность тела и духа, образа и подобия Божия. И Он связал природу земную с природой небесной. Он осветил телесность, воплотившись в тело, искупил своей крестной жертвой грехи человеческие, и вознесением указал человеку путь к вечной жизни. Вознесение Господне — важнейший момент в спасении человечества, в избавлении его от повреждённой грехом природы. Телесным воскресением и вознесением Господь поставил очищенного от греха человека рядом с Богом Отцом, одесную, то есть по правую руку от Творца. Именно это событие и празднуется в День Вознесения Господня. Ну и, наконец, праздник Благовещения, праздник, который мы встречаем сегодня, 7 апреля. А что значит слово «благовещение»? Как отмечает автор данного повествования, в этом слове соединились два других — «благая» — «весть». «Благая» — значит «доброе», «хорошее», а «весть» — «новость», «извести». Вот об этой «благой вести» и пойдёт рассказ в книге. А я, пользуясь случаем, прочитаю фрагмент этого рассказа. Давным-давно в Иерусалимском храме жила Дева Мария. О том, как праведные Иоаким и Анна отдали свою единственную и долгожданную дочку на воспитание в храм, мы вспоминаем 4 декабря, на празднике введения во храм Пресвятой Богородицы. Когда Марии пришла пора выйти замуж, она дала обет, то есть обещание Богу, что посвятит Ему всю свою жизнь. Мария рассказала о том священникам. По словам автора, священники видели, как Мария любит Бога и как важно ей сохранить данное слово. Ни Дева Мария, ни священники не понимали, какое таинственное призвание ждёт её. Но все видели, как сильно она хочет служить Богу и догадывались, что её ждёт необычный жизненный путь. Долго совещали священники, молились, просили у Бога помощи и нашли выход. Они решили искать для Марии не мужа, а обручника, то есть хранителя, опекуна, поскольку родители Марии к тому времени уже умерли, и она осталась сиротой. Обручником должен был стать человек праведный, смиренный, добрый, чтобы он мог принять Марию в свою семью и заботиться о ней, помогая ей хранить обет Господу. Такого человека решили искать среди людей умудрённых жизнью, вдовцов, но при этом достаточно здоровых, чтобы опекун мог своим трудом прокормить и свою семью, и Марию. И выбор пал на праведного Иосифа. После обручения Иосиф с Марией отправились в город Назарет, в дом Иосифа. Изображение Девы Марии мы видим на иконах, существуют и рассказы людей, знавших её лично. Мария была скромна, держалась просто и со смирением. Речь её была кроткой. Она никогда не сердилась, потому что отличалась любящим сердцем. Она много трудилась, много молилась, читала священные книги. Ей приходилось и еду готовить, и за водой ходить. Всю работу по дому она старалась выполнять сама, хотя могла бы нанять служанку. Дева Мария считала, что когда человек бездельничает, и душа его ленится, и он уже не может так неотступно думать о Боге и молиться Ему, как должно. Мария никогда не сидела без дела. Она пряла шерсть, шила и вышивала одежду, в том числе и облачение для священников, на что была настоящей мастерицей. Но вот приближалось событие, о котором писали ветхозаветные пророки, и совершение которого люди ждали тысячи лет. Господь обещал Адаму и Еве, изгоняя их из рая, что придет Спаситель, и все люди будут им спасены. Святой Дух открыл святому Андрею Критскому, оставившему нам великий покаянный канон, что Бог однажды призвал к себе архангела Гавриила и сказал, что наступило исполнение времен. Грех обезобразил людей, повредил их души, рай опустел. Но пришло время искупить грех Адама и помиловать всех людей, живущих на земле. Архангел Гавриил услышал глаз Божий. «Иди в Назарет, город Галилейский, где живет Дева, обрученная мужу Иосифу. Имя той Деве – Мария. Принеси ей радостную весть, что она станет матерью Спасителя всего рода человеческого». И архангел поспешил на землю, неся благую весть Деве Марии. Подробнее об этом событии наши юные читатели узнают, открыв данную книгу. Эта замечательно иллюстрированная книга из серии «Православные праздники» – прекрасный подарок не только для детей, но и для взрослых. Дети вместе с родителями смогут подготовиться к тому или иному торжеству, а его ожидание будет пронизано пониманием сути праздничного события, его истории и традиции празднования. Дополняют книгу стихи Пушкина, Бальмонта, Брюсова, Пастернака, Саши Черного и других русских поэтов о весенних православных праздниках. Их можно выучить к торжеству или использовать в поздравительных открытках. А украшают издания яркие и жизнеутверждающие иллюстрации Дианы Лапшиной. Благодаря такому содержанию данная книга не только познакомит детей с традициями родной культуры и православной церкви, но и поможет подняться еще на одну ступеньку навстречу Богу. Дорогие друзья, эту книгу и другие издания, о которых мы рассказываем в нашей программе, спрашивайте в церковных книжных лавках и православных библиотеках. Я на этом прощаюсь с вами и желаю, как всегда, приятного и полезного чтения. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok